Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление. Сегодня хотелось бы поговорить немножко про налоги, я, конечно, не люблю про налоги говорить, но мы поговорим про индивидуальный инвестиционный счет, потому что канал у нас растет, про ИИС говорили, но уже давно мы говорили на канале, давайте обновим информацию, кому он нужен, для чего он нужен, как я смотрю на индивидуальный инвестиционный счет, и опять-таки это будет не хайповая история, о которой говорят все, да, то есть давайте поговорим о более глубинных вещах, откуда растут руки, да, почему и когда возник индивидуальный инвестиционный счет, и что называется, последствия второго-третьего порядка, то есть для чего, в принципе, придумали индивидуальный инвестиционный счет, как его использовать себе во благо, ну а поговорим о плюсах и минусах. Смотрите до конца. Индивидуальный инвестиционный счет, что это такое? То есть, в принципе, вообще есть политика государства, которая через плюшки стимулирует людей поступать определенным образом. Через гарантирование какой-то пенсии базовой и страховой части стимулирует работать и иметь белую зарплату, белое отчисление, да, чтобы получать налоги. Через выдачу материнского капитала и стимулирование пособия на семью, да, что делает государство? И государство делает, чтобы стимулировало рождаемость. Зачем рождаемость? Потому что у нас прям очень большая беда. Умирает людей больше, чем рождается, и, соответственно, уже там буквально через 5 лет число работающих будет больше, чем число неработающих, откуда брать пенсии. Поэтому получается, что если посмотреть, когда была введена программа поддержки семьи, материнского капитала, то можно увидеть, это происходило как раз-таки в период, когда у нас число рождающихся стало меньше, чем число умирающих людей. Именно в этот период временной была принята данная норма. Индивидуальный инвестиционный счет. Что это такое, когда возникло, да, для чего? То есть, опять-таки, получается, что государство, человеку, возмещают часть НДФЛ 13%, то есть недополучают налога за то, чтобы он инвестировал в фондовый рынок. То есть, получается, что государство каким-то образом и почему-то заинтересовано в том, чтобы физические лица, которые получают заработную плату, инвестировали на рынки ценных бумаг. Зачем государству это? Если с рождаемостью понятно, если с пенсией понятно, то зачем, соответственно, вводить налоговую льготу, связанную с тем, чтобы люди инвестировали на рынки ценных бумаг. В этом случае я вспоминаю год 2008, потому что, во-первых, это был кризис. Это была ситуация с Абхазией, это был мировой кризис. Цена на нефть со 140 долларов упала до 40 долларов. Российский фондовый рынок грохнулся в пределах 60-75%. Падение составляла акция Сбербанка со 100 рублей падали до 15 рублей. Много таких примеров можно привести. Почему я возвращаюсь к 2008-2009 году? Тогда не было никаких льгот. Мало того, тогда и последняя льгота на владение была отменена. То есть, была обратная история. Была отмена льготы, что если вы акцией владели более трех лет, то вы не платите с полученной прибыли 13%. Ее тоже отменили, кстати. Но потом достаточно быстренько ввели. Что произошло в 2009 году? Осенью 2008 и первой половины 2009 года. Когда международные нерезиденты начали бежать с российского рынка ценных бумаг, продавали все по любой цене. Ну, то есть, вы оказались в ситуации, когда на рынке одни продавцы. Вот представьте себе ситуацию, да. Вы приходите на обычный колхозный рынок, никто не покупает, покупателей вообще нет, все хотят только продать. Приходите в отдел с огурцами, одни продавцы огурцов. У всех огурцов, что у дураков, антиков. Ни одного покупателя. Приходите в отдел помидоров, все продавцы помидоров. То есть, все продают Газпром, все продают Сбербанк, все продают ВТБ. Никому ничего не надо. И в этот период времени государственный агент, Внешэкономбанк, начал размещать средства Фонда национального благосостояния в акции российских компаний. То есть, он просто приходил с огромными заявками. И вот все продавцы, кто продавал, стоял Внешэкономбанк со своими заявками, прям в стакане. Трейдеры меня поймут, инвесторы меня поймут, кто самостоятельно торгует. То есть, ты видишь просто такая плашка. И все продавцы, которые есть, они вот в эту плашку валятся. Они просто покупали. Покупали за копейки. То есть, покупали Сбербанк в пределах 15-20 рублей. Вот эта вот коррекция 80%, 80-85%. Внешэкономбанк непосредственно все выкопил. После этого стабилизировались торги. Там было закрытие торгов. Была девальвация национальной валюты. С января месяца вынужден был Центральный банк отпустить курс свободного плавания. Давно уже как бы это было получается. Но самое интересное, это было по итогам 2009 года. То есть, тогда глава Министерства финансов России Алексей Кудрин заявил о том, что Фонд национального благосостояния пополнился на 60 миллиардов долларов, если мне память не изменяет. Только за счет того, что те акции, которые были куплены тогда, выросли в цене. Ну, потому что акция Сбербанка выросла с 15 рублей до 75 рублей в 2009 году. А Внешэкономбанк, соответственно, все это покупал. Неплохая, кстати, история. И тогда мы возвращаемся в текущие условия, в текущую ситуацию. Что у нас происходит? Для нерезидентов, для больших денег российский рынок закрыт. Практически для всех. Хоть дружественных, хоть недружественных. То есть, рынок ценных бумаг – это, по сути, рынок резидентов. Второе. Ну, доходов у государства при текущих расходах не так много. Да, валютная выручка от экспортеров, налоги. И многие забывают о том, что государство может получать доход, владея акциями компаний. Или прямое владение через Росимущество, являясь акционером компаний. Или владея опосредованно, да, через своего агента. И размещение средств. Резервов. У нас могут быть заблокированы золотовалютные резервы в форме валюты, да. Но нам ничего не мешает часть резервов направлять, в том числе, в акции. И государство прекрасно понимает, что это все инерционно. Что не будет такого, что люди такие инвестировали, не инвестировали в недвижимость, да. Покупали-покупали свои квадратные метры бетона. И потом такие, о, а давайте-ка мы пойдем на фондовый рынок. То есть, это будет непосредственно постепенно, но по-хорошему лучше простимулировать. Почему простимулировать? Потому что средства, я не исключаю, могут быть размещены, в том числе, в акциях. И тогда возникает вопрос повышения уровня финансовой грамотности, обеспечения доступности. То есть, раньше для того, чтобы просто элементарно открыть брокерский счет, ребята, из 2005 года в этой индустрии, человеку нужно было лично прийти в офис брокера, подписать брокерский договор. Это вот такая вот стопка была. Страниц, которые нужно было подписать на каждой странице. Завести денежные средства, и сейчас через госуслуги вы можете у любого брокера открыть брокерский счет, оформить индивидуальный инвестиционный счет, получить налоговый вычет. И тогда возникает вопрос, зачем? Кому это нужно? Это, опять же, обуславливается тем, что один из источников получения дохода, то есть, как государство может получить доход, владея акциями компаний, голубыми фишками, продав их дороже, уже толпе. Второе. Размещая облигации, то есть, человек, который открыл индивидуальный инвестиционный счет, получил налоговый вычет 13%, получил ставку по купону 8%, заработал 21%. Правда, с суммы до 400 тысяч рублей. Но, тем не менее, в среднем для России это нормально получается. Каждый год. И таким образом, получается, человек смотрит, ему получить 21% через ИИС, или ему получить 8% на депозите в банке. Конечно, он выберет ИИС. Облигации какие? Самые надежные. Самые надежные какие? Облигации федерального займа. Облигации федерального займа это что? Это долг правительства. То есть, правительство может занять в долг, при этом, немного отдав, может достаточно много взять в долг непосредственно, направить на инфраструктурный проект, на расходы непосредственно. И поэтому, получается, куда ни смотри, везде идет плюс. Мало того, если посмотреть в направлении, как развиваются индивидуальные инвестиционные счета, у нас ставка 400 тысяч рублей сразу, то есть, тип налогового вычета А, когда вы сразу получаете деньги, ограничено 400-ми. Но у нас постоянно увеличивается сумма. Сначала 400, потом миллион, потом 2 миллиона. Сейчас сколько? 3-4 хотят ввести. То есть, все больше и больше увеличивается сумма, которую можно вложить. И таким образом, получается, когда открываются индивидуальные инвестиционные счета, люди приходят на рынок. И на рынок они приходят двумя способами. Они придут и купят или облигации, или производные от облигаций. Там, паевые фонды, биржевые паевые фонды, облигации. То есть, в конечном счете, они все равно пойдут в облигации. Если люди приходят только-только, они будут выбирать консервативные, самые надежные инструменты. А самые консервативные и надежные – это кто? Это облигации государственного займа и топ-банков. Первое направление – облигации. Второе направление – акции. Опять-таки, когда люди будут покупать акции, они что будут покупать? Они будут покупать акции 2-го и 3-го эшелона, которые им неизвестны и незнакомы. Или они будут покупать Сбербанк, Газпром, Роснефть. Ну, компании с госучастием. То есть, государство от этого и выигрывает. В первом случае, оно получает долгосрочное дешевое фондирование. Во втором случае, оно покупает то, что люди начинают массово покупать акции, желающих купить больше, чем желающих продать. А государство уже находится в акции этих компаний. И третий вариант – это когда компания с госучастием, цена ее разгоняется, цена акций становится дороже. И государство, соответственно, приватизирует свой контрольный пакет. Ну, то есть, говорит, я продаю ее или на открытом рынке, или инвестору. Но так как в этой акции еще присутствует большое количество толпы, которые они понимают, оно просто может ее разогнать. Посмотрите, опять-таки, с транспортной инфраструктуры, где государство в том числе присутствует, что в последнее время происходит в рамках изменения стоимости акций, которые происходят. И поэтому я говорю, у нас получается так, что любое стимулирование налоговое, любое стимулирование со стороны государства, оно преследует какую-то конкретную цель. Если вы эту цель понимаете, то в этом случае вы можете обратить себе ее в пользу. Здесь речь не про злоупотребление, а здесь речь про понимание, зачем это происходит, для чего это делается. И сначала это делается в интересах государства и государственных финансов. И вот насколько лично вы от вот этого решения находитесь близко или далеко, вы ее открыли сразу же. Кстати, если вспомнить, когда был открыт индивидуальный инвестиционный счет, это было, его согласовывали, то есть этот законопроект, изменение налогового кодекса, его согласовывали более 10 лет. Более 10 лет. В конечном счете, когда он был принят? Он был принят в 2014 году. Что у нас произошло в 2014 году? Мы все знаем и мы все помним. В 2014 году согласование законопроекта произошло за неделю. Он прошел чтение и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Был подписан президентом. Были внесены изменения в налоговый кодекс. Получили этот налоговый вычет. Почему? Посмотрите, что было в 2013-2014 годах на российском рынке ценных бумаг. И каким оператором выступало государство в этом случае. С тех времен, соответственно, и живем. С октября 2018 года я формирую портфель своим детям. Хорошие результаты показывают прирост портфеля. Прошли кризисы уже и 2020 года, и 2022 года. Портфель находится в прибыли. Хотите более подробно об этом узнать и присоединиться вместе со мной, инвестировать в акции российских компаний? Ссылочка в описании к данному видео. Проходите, смотрите. Поставьте свой комментарий, друзья. Услышали вы для себя что-то новое по поводу индивидуального инвестиционного счета? Что еще до этого не слышали? Немного другой взгляд. Немного другое объяснение. Зачем? А про преимущество ИС, про его недостатки уже много было сказано. Преимущество. Это НДФЛ. Это синица в руках. Это повышение доходности при инвестировании в консервативные инструменты. Недостаток. Раньше трех лет, если вы выходите, закрываете счет, то, соответственно, всю льготу должны вернуть, если вы получили от государства. Как я использую индивидуальный инвестиционный счет, какой тип налогового вычета, я открываю ИИС и не выбираю тип налогового вычета. Проходит три года, я смотрю по результатам, по индивидуальному инвестиционному счету, что для меня выгоднее. Использовать тип налогового вычета А или тип налогового вычета Б. В принципе, все. Потому что многие говорят, а какой тип налогового вычета выбрать лично для меня. Не заморачивайтесь, ребята. Чем раньше вы откроете, тем больше начинается течение срока исчисления льготы. Он у вас может быть даже нулевой. Самое главное раз в год пополнять. Я считаю для себя важным, ценным и полезным донести для вас, зачем это государство. Поэтому я на российский рынок смотрю с большим позитивом. Здесь есть интересы в том числе государства. Самое главное не быть тем последним человеком, когда активы уже выросли в цене и вскакивать в вагон уходящего поезда. Надеюсь, было полезно. Жду комментариев внизу под видео. На этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.